Привет, ребята! Продолжаем нашу работу на создание подписной страницы. На связи с вами Серега. Спасибо за лайки. Подписывайтесь на мой канал. Итак, мы остановились в прошлый раз на том, сейчас я только найду нужное окно браузера, что заполнили сайт, сделали его структуру и теперь непосредственно будем приступать к самому интересному, а точнее к заданию стилей для нашего сайта. Итак, в первую очередь, смотрите, все стили мы будем брать прямо отсюда, вот с этой страницы. Именно так я и делал, переделал сайт, потому что, ну, проще, чем что-то тут рисовать по-новому, взять да просмотреть код и выдрать оттуда нужный стиль. То есть, если где-то что-то непонятно, сомневаешься в размере шрифта и так далее. Так вот, в первую очередь здесь у нас идет шрифт работа и нам необходимо его подключить. Подключать мы будем через сервис Google Fonts, поэтому здесь так и введем в поисковой системе. Так, Google Fonts. Видите, да, то есть я набрал Google Fonts в поисковике, вот выбился этот сервис. Я не буду оставлять на него ссылочку в описании под видео, просто на нее зайдите в поисковик, введите эту фразу и попадете вот сюда. Здесь что мы делаем? Мы выбираем шрифт работы. То есть, если он у вас здесь не будет показываться, то вот здесь в поле поиска вводите работа. Так, и у нас появилось здесь 4 шрифта. Нас интересует работа, которая обычной. Выбираем Add to Collection. Так, и выбираем кнопочку Use. Нажимаем, щелкаем. И здесь, смотрите, нас интересует в первую очередь шрифт нормальный, потому что здесь везде используется шрифт Normal. Так, и также, так как у нас идет кириллица, то есть русские буквы, мы ставим галочку дополнительно вот сюда. Большое количество шрифтов подключать не советую, потому что они весят достаточно много. Если мы тут еще поставляем кучу разных шрифтов, ой, шрифтов начертания, то видите, как у нас здесь растет загрузка страницы, нагрузка на страницу. Поэтому мы подключаем, стараемся всегда подключать как можно меньше шрифтов. Ну, в данном случае один шрифт, латинский и кириллический, и поэтому отлично. Дальше у нас здесь сразу выдается link, тег-link, в котором прописан путь к этому шрифту. Мы его копируем и вставляем в наш файл индекс.html. Ну, давайте сразу перед файлом стилей мы его вставим. Все, пускай здесь так и остается. Теперь идем в файл стайл.css и сюда дописываем наш шрифт в tag-body. Еще раз смотрим, как его там прописывать, если кто-то не знает. Это вот, видим, прописываем просто робото. Давайте мы сюда напишем работа, можете взять это все дело в кавычки, запятая. Давайте еще подстрахуемся. Если шрифт не подгрузится, вместо него будет показываться Arial. Если Arial нету, будет показываться шрифт такома. Вот так вот. Сохранимся. В принципе, у нас, видите, здесь уже идет везде работа. И если вы обратите внимание, то заголовки у нас сейчас идут, они немного такие кривоватые в отображении. Почему? Потому что по умолчанию браузер отображает заголовки жирными. А у нас подключен только нормальный шрифт, то есть толщина там 400 единиц. А в заголовках обычно идет по 700. Поэтому мы это тоже с вами дело отменим. Итак, идем сюда. Так, в наш файл стилей. Так, и здесь, в принципе, мы можем все задать отдельно для тегов h1, запятая, h2, запятая, h3, запятая и h4. Так, и здесь пишем font weights normal. Так, и можно сразу сюда добавить текст align center. То есть, чтобы все отображалось по центру. И вы увидите, что у нас, получается, заголовки стали отображаться нормально. И они все стали по центру. Но это мы тоже с вами будем потом уже дорабатывать по ходу нашей пьесы. Итак, теперь, что необходимо сделать, это разместить фон. Это вот этот вот ноутбук. Давайте мы его сразу же разместим. Только сначала сделаем наш сайтик по центру. Так, я не помню, какую ширину мы здесь использовали. Поэтому просмотреть код элемента. И видим, ширина 1063 пикселя. Давайте я сделаю окно браузера побольше. Посмотрим. Ширина 1140 получается у нас идет. Так, давайте я выставлю все назад. И здесь у нас получается, помните, мы все содержимое сайта заключали в тег mid. И вот для этого тега mid давайте мы пропишем следующее. Так, точка mid. И здесь напишем max width. То есть, максимальная ширина. Наш тег может уменьшаться. Но больше вот этого значения он не будет. 1140 пикселей. Точка запятой. И сразу же добавляем margin auto. Так, margin 0 пикселей auto. То есть, сверху, снизу нет отступов. А по бокам он выстраивается по центру. В зависимости от свободного места. И видим, что наш контент уже сузился. Видите, да? То есть, он не приступает к краю браузера. И таким образом мы уже можем двигаться дальше. Ну, вот здесь что-то не то. Скорее всего, чтобы сюда просто забыли включить тег mid. И мы что-то все дело с вами исправим. Но покуда трогать это не будем. Итак, теперь переходим к нашей шапочке. И в первую очередь подключаем в ней background. Итак, смотрим. Вот у нас идет тег header с классом head. Поэтому я просто копирую класс head. И идем. Ну, давайте, знаете, давайте вот мы тут и пойдем. Вот так вот. Я опущусь пониже. И мы начнем. Так, точка head. Так, background. Так, url. url или как он там читается. Images и head.bg, по-моему. Я точно не помню. Да, head.bg. Точка с запятой. Здесь мы можем прописать, что центр и no repeat. Так, давайте отдельным тегом. Также мы с вами выставим то, чтобы наш ноутбук, он заполнялся. То есть заполнял свободное пространство. То есть, чтобы всегда был виден только наш ноутбук. Видите, да? То есть, тег уменьшается пространство и картинка тоже играется. Здесь это делается при помощи свойства background.size. bgs, можно написать, если у вас есть emet. И тут мы прописываем cover. Все. Так, и теперь у нас, видите, вот здесь идет наш ноутбук. Он, тут идут некоторые отступы, но мы их тоже с вами потом уберем. Итак, теперь другой вопрос. У нас картинка, видите, такая вот яркая, здесь она темнее. Это делается за счет свойства задания фона для тега, для блока подложки. Видим, у меня тут идет bg dark. Мы там немножко по-другому назвали. Но, смотрите, вот этому фону я прописал вот это свойство. Background, rgba, то есть полупрозрачный цвет с оттенком синего, такой темный. Поэтому мы просто-напросто здесь, давайте там этот тег у нас будет везде использоваться, введем его выше, dbg, так, и вставим вот это самое свойство сюда. Все. Сохраняемся. Проверяем, или тут, да, dbg. И теперь, смотрите, я открываю, и у меня тут тоже такой вот темный фон. Дальше у нас в шапочке идет полностью белый шрифт. Поэтому мы нашему тегу head можем, ой, точнее, классу head можем прописать color и fff. Все. И у нас тут станет беленький текст. Видите, да? Отлично. Идем дальше. Теперь мы уже идем к заголовочкам. Кстати, давайте мы нашим заголовкам также пропишем margin 0. Будем их регулировать при помощи внутренних полей. Так, и у нас тут, видим, убрался вот этот вот непонятный отступ. И теперь давайте мы сделаем следующее. Для заголовка вот этого верхнего мы идем в файл index.html. Вот он, head h1. Идем в файл стилей. Так, вставляем его сюда. Мы пропишем следующее. Padding top. Напишем 200 пикселей. Так, и у нас будет уже идти вот такой большой отступ сверху. Дальше у нас тут, получается, в шапке все идет по центру. Поэтому мы тоже прописываем текст align center. Так, и видите, все стало по центру. Отлично. И теперь нам необходимо только добавить тень и прописать еще размер для нашего заголовка. Давайте мы посмотрим то, что использовал я на практике. И видим, здесь у нас font size 36 пикселей. Поэтому я прямо сюда это и вставлю. Вот так вот. Ну, а тень я задавал, по-моему, самому блоку head. Текст shadow, видите, да? 1, 1 пиксель и 0, 0, 0. И мы ее сюда пропишем. Так, текст shadow. Так, 1 пиксель, 1 пиксель, 2 пикселя, решетка 0, 0, 0. Точка с запятой. Сохраняемся. И в итоге у нас получается вот такой текст. То есть, видите, уже все нормально отображается. Дальше у нас идет под заголовок, ну, типа, что-то вроде описания. И у него, в принципе, тут никаких дополнительных стилей нету. Только идет отступ сверху. То есть, чтобы он вплотную не прилипал к нашему абзацу, мы ему просто-напросто дописали. Вот так, margin top 10. Так, 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 где тут у нас этот стиль идет? Вот он, headdesk. Мы его копируем и вставляем сюда. Так. Ну и тут можем дописать. Так, padding 0 и margin top 10 пикселей. Все. И теперь у нас должно все нормально отображаться, видите. Так. Теперь дело стало за нашей кнопочкой. Ну, давайте мы ее сделаем в конце. Сейчас доработаем вот эти все дополнительные тексты. Посмотрим, что здесь у нас размер шрифта 12 пикселей. Поэтому, что мы делаем? Идем в индекс html. Так, копируем. Так, так, так. Headmin класс. Вставляем его сюда. Так. И опять-таки, давайте напишем padding 0 и margin top. Так. Тоже 10 пикселей, по-моему, там было. Давайте посмотрим. Хотя тут везде нолики, поэтому margin. Тоже поставим 0. А font size мы напишем 12 пикселей. Все. И теперь у нас здесь идет, видите, вот такой маленький текст. Ну и последний, это вот этот вот абзац. Давайте мы посмотрим, что у нас у него есть. Это класс header. То есть мы задали ему тоже padding в 20 пикселей, 200 пикселей снизу. И размер шрифта 24 пикселя. Поэтому идем сюда. Так, выбираем head post. Так. Вставляем сюда. И здесь что мы сделаем? Padding 0, 0. И снизу получается 200 пикселей. Margin тоже будет у нас 0. И font size 24 пикселя. Все. И получается у нас уже будет идти вот такой текст. То есть осталось здесь буквально всего ничего. Это разместить вот эту кнопочку. Итак, смотрим, что у нас идет здесь. Это у нас идет, во-первых, div с классом pay. Он будет, кстати, встречаться везде. Поэтому давайте мы его тоже вынесем под dbg. Так. Pay. И тут, во-первых, я напишу text align center. Так. И, в принципе, покуда пускай будет все на этом, у этого блока. Следующий момент. Это оформление нашей ссылочки. Ссылочка у нас, получается, идет с классом pay.link. Мы ее копируем. И вставляем этот класс вот сюда. Так. Вот, вот, вот где? Вот. Чуть не провороним. Точка pay.link. И первое. Это цвет. Цвет у нас будет идти fff. Так. И по умолчанию у нас только одна, видим, такая большая кнопочка. А здесь они все поменьше. Поэтому будем брать сначала шрифты, отталкиваясь отсюда. То есть, просмотрим код. Посмотрим, что тут у нас идет. Во-первых, у нас шрифт здесь так не указан почему-то. Давайте класс L посмотрим. Font size 18 пикселей. Поэтому мы так и напишем. Font size 18 пикселей. То есть, шрифт у нас станет побольше. Отлично. Так. И теперь необходимо поработать над самой кнопочкой. Так. Тут что мы делаем? Пишем background. BG. У нас идет красный цвет. Я здесь прямо в редакторе нажму Ctrl E. Не буду уже оттуда выдирать вот этот красный цвет. Я просто возьму его здесь. Выберу. Будет немножко по-другому, но думаю, ничего страшного. Дальше. Что у нас идет? Это надо прописать патинги. Давайте мы пропишем сверху по 10 пикселей, а по бокам по 20 пикселей. То есть, сделаем такие кнопочки здоровые, большие и округлим их. Border radius 3 пикселя. Точка запятой. И также разместим еще box shadow. И, в принципе, мы можем забрать вот этот box shadow в стиле. Это как у тени, у текста сделать. Ну, то есть, чтобы они были похожи. Так вот. Все. Смотрим, что у нас тут появилось. Видим вот такая кнопочка. И она уже начинает наплывать на другие страницы. Поэтому, точнее, другое содержимое. Здесь мы тоже зададим паддинг сверху и снизу по 20 пикселей по бокам нулик. И у нас получается уже вот такая кнопища. Отлично. Так. Теперь двигаемся дальше. Так. Смотрим, что тут у нас. Что-то не так. Так. Давайте мы просмотрим. Тут немножко неровно почему-то. Так. Ну, видим. Вот класс HeadDesk. Margin Top. Давайте, знаете, Margin уберем полностью у него. Так. Где тут HeadDesk? Вот он. Так. Margin сверху десятка. А везде дальше по нулям. Вот так вот. И у нас будет все теперь ровненько смотреться. Видите, да? Так. И при уменьшении, но это мы потом разберемся с этим шрифтом, что тут наезжают друг на друга. С этим мы разберемся обязательно. А сейчас давайте дальше поработаем над кнопкой. Так. Здесь сделано, что при наведении никак не реагирует, только при нажатии. Давайте мы сделаем так, чтобы реагировало и при наведении, и при нажатии. Поэтому здесь что мы будем делать? Я выбираю класс Palink. Так. И первым делом вставляю класс, который должен идти при наведении. Это Hava. Hava. Так. Ну и здесь что мы можем менять? Давайте мы будем менять background. Так. Сделаем его чуточку. Ну вот, кстати, вот такой пускай остается. А вот этот я сделаю чуточку светлее. Оригинальный. Будет вот так вот. Получается, при наведении у нас будет кнопочка вот так вот, видите, затемняться. Да? Чуть-чуть. Ну и при нажатии, так, копируем и вставляем. У нас будет идти box shadow тоже. Так. Box shadow. Ну давайте, в принципе, можно то же самое сюда прописать. Так, только тень я скопирую, сделаю ее красной, но темнее намного. Вот такой. И здесь выставлю по нулям все смещение. И размер давайте выставим в 11 пикселей пускай будет. А тут, чтобы она была внутри, мы напишем inset. Все. Теперь при нажатии на эту кнопочку у нас получается будет идти... А, стоп. Тут у нас hover, меняем на active. Вот так вот. Отлично. И смотрите, я при наведении одна такая, при нажатии она типа утопает. И чтобы это было уже более заметно, давайте мы тут пропишем trs. Это при тапе будут свойства transition. Так, вот именно самой ссылочке оригинальной, так скажем, неизмененной псевдоклассами. Мы добавим следующее. All напишем и .5s. То есть за полсекунды будут у нас плавно проигрываться все эти изменения. Так, смотрим, что у нас получается в итоге. При наведении, видите, она уже плавненько меняется. И при нажатии она становится вот такой. Видите, да? Ну, в принципе, мне такое подходит. Можете оформить немножко по-своему стиле. Опять-таки, можете выдрать с этой страницы. Ссылочку на нее я дам в описании под этим видео. Так. И теперь нам необходимо вот эту самую кнопку сделать чуточку побольше. То есть она как бы идет маленькая везде, но в шапке она большая. Поэтому здесь, что мы делаем? Мы можем просто-напросто сюда прописать класс какой-нибудь, например. Или даже не сюда. Ну, давайте напишем pay. Так. Big. А сюда мы пропишем pay, link и тоже big. Так. И теперь смотрите. Pay big я вставляю так вот сюда. И тут добавляю паддинги в два раза больше. Кнопка будет больше, паддинги тоже пускай будут больше. Давайте 40 пикселей. Пускай будут паддинги. А вот получается для самой ссылочки мы что меняем? Так. Вот сюда. Точка вставляем. Давайте font-size мы поменяем на, например, с 18 и на 36. Так. Font-size. 36 петелей. И здесь давайте еще добавим одну штуку. Под названием line-height. Один енусская будет. Все. Теперь обновляемся. И видим, вот кнопочка у нас одна большая. Так. Здесь она, конечно, поменьше. Давайте мы просмотреть код. Выберем. Посмотрим. Так. 28 и 36 прописал. Поэтому сюда добавляем 28 пикселей. Так. 28 пикселей. А здесь еще идет тень. Давайте мы тоже тень эту применим. Так. Вот. Где-то у нас тут должно быть текст-шадоу. А хотя эта тень должна... А, тут у нас есть тень. Это я натупил просто. Вот. Уже получше. И теперь давайте поменяем чуть расцветку. Так. Сделаем ее более, так скажем, оранжевой. Так. Pay link. Ctrl-E. Так. И добавлю оранжевого цвета. Вот так вот. Так. Здесь при активации. При наведении наш оранжевый цвет становится чуточку темнее. Так. И потом добавляется тень. Более темная. Вот так вот. Все. Сохранимся. Смотрим на нашу страницу. И смотрите. Навожу. Нажимаю. И видите, да? То есть все у нас тут срабатывает нормально. Так. Ну, еще момент. Можно тут даже добавить для Pay link big. Так. У нас получается Pay link идет padding 1. Где-то тут у нас. Так. А мы добавим здесь на 5 пикселей больше. Сверху и снизу. И по бокам. И таким образом кнопка станет еще нагляднее. Вот. Вот теперь меня все устраивает. Спасибо, друзья, за внимание. Это было второе занятие из курса по созданию простой подписной страницы. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. На связи с вами был Серега. Субтитры сделал DimaTorzok